Поймите. Все пришли, да? Да, все, начинаем? Ну что, тогда всем привет, всем вместе. Я так поняла, пришли трансформироваться. Чего пришли? Ну вот она, я все, посмотрели. От дождя спрятаться. Дождя уже нет. В смысле, в трансформационной области? Нет, серьезно. Такое название, да? Я напишу даже, и буду немножко писать. Трансформация идентичности. Правда, хочется услышать ваши ожидания. Почему? Потому что, на самом деле, для меня слово «трансформация», оно не пустой звук. И я подозреваю, что люди, которые приходят на такое, просто даже на мастер-класс с таким названием, что-то себе думают об этом. И поэтому, хотелось бы услышать, какие у вас ожидания? Скажи. Сейчас скажу. Можно говорить, даже не думая. Иногда это гораздо лучше. Ну, наверное, я играю какие-то роли в жизни, да? И хочу понять, наверное, какие, может быть, добавить, какие изменить. То есть, пересмотри свой репертуар. Хорошо. Скажи. Мне нравится пересмотреть репертуар. Пересмотреть репертуар? Пересмотреть репертуар. Это скороговорка, спокойно возникшая. Так что? Без понятия, честно. Без понятия. Мне сказали, да? Алена, да, она такая. Хорошо. Ну ладно, принимайте. А я «почемочка». Почемуочка? Да. Я очень часто задаю вопрос «почему». Поэтому я так думаю, что мне все-таки очень хочется понять, зачем. Я спрашиваю «почему». Ух ты! Возник новый вопрос. Обычно говорю «почему», и тут вдруг задалась вопросом «зачем». Хорошо. Входица. Маша. Я просто задавалась в декрете. Настолько деградировала, что я хочу немножечко пообщаться со мной или немножко вернуться на какое-то состояние. Какое-то другое. Арина, скажи ты. Я пришла для того, чтобы лучше научиться идентифицировать себя. То есть лучше понимать, что я представляю в данный момент. Причем с кем или с чем я себя идентифицирую. И причем, ну, благодаря урокам, которые были раньше, бывает такое, что идентифицируешь, да, понимаешь, что вроде бы вот это вот я. А когда чего-то добиваешься, понимаешь, что нет, это не я. Я, оказывается, было где-то еще лучше. И еще хотелось бы научиться менять какие-то, как это сказать, стереотипы, может быть стереотипы, которые были заложены в детстве, которые закладываются обществом. Потому что очень часто бывает такое, что понимаешь, да, что это навязано. Но против этого никуда не можешь пойти. Вот как бы я объясняю все логические, но все равно сложно. Ну да, но логика же находится на том же логическом уровне, что и эти сценарии. Ну, хорошо. Спасибо большое. Да. Даша, скажите. Я, ну, мне интересен всем мастер-классы и тренинги у Инны Луперина. Просто понадобка, так и скажи, да. Хорошо. И вот мне ожидает еще как-то такое загадочное лето с новыми людьми. И мне хочется, кстати, лучше, чтобы их лучше понимать. В общем, хочу измениться в лучшую сторону. Понять, там, айдин. Кто и какие у меня могут быть роли. И так, чтобы эти роли были... Ну, вот когда я буду играть эту роль, чтобы это было по-настоящему, ну, по-чуть-чуть. А не там на портале с чем-нибудь. Я поняла. Хорошо отыграть свою роль. Вообще стать лучше. Вообще что? Стать лучше. Что мне здесь. Да ну это разве возможно, Даша? Ну, развивай. Я хочу больше... Я поняла. Хорошо, спасибо. Скажи. Фильм трансформеры смотрели. Фильм трансформеры смотрели. Репертуарные. Ну, в зависимости от обстоятельств изменений. То есть хочется просто изменений, да? Уметь меняться в зависимости от обстоятельств. Ага. Спасибо. Ян. Ну, найдите еще себя какую-то. Мало, да? Мало, да. Мало, да. Скажи, пожалуйста, что я имею в виду. Здравствуйте, Елена. Вы знаете, вот хотелось бы понятие иногда в жизни, почему происходят те или иные ситуации, да? Там задумки. Или наоборот, почему они не происходят? Вот класс. Вот почему? Вот что? Вот что произошло? Или со мной? В каком-то момент бывает вот обидно. Бывает просто непонятно почему. Наверное, надо приспособиться больше к той ситуации, которая сейчас в жизни. И ее более спокойно воспринимать. Для себя прежде всего. Правильно. Воспринимать ту ситуацию, которая у тебя станет жесткой. Спасибо. Хорошо. Скажи что-нибудь. А зачем пришел? Еще я опоздал. Мы все заметили. Ну, пришел по тому, что интересно. Что я хочу от тренинга? Ну, до мастер-класса, а не тренинг. А, да. От мастер-класса. Ну, узнать о Ди. То есть у меня, я, можно сказать так, не очень определен сейчас в этом плане. Не знаешь кто-то? Да. Годится. Хочу в этом, да, узнать о себе что-то. Угу. А вот про тех людей, которые одной идентичностью живут. Это, в смысле, им умереть просто или как хорошо? Я не знаю, это, наверное, заднем к автору. Угу. Как-то эту фразу там. Буквально цитата вот. Угу. Сереж, скажешь что-нибудь? Да. Я вдруг обнаружил, что как раз на меня влияют обстоятельства. Последние там какие-то вот времена сильно. Хотелось бы, наоборот, удерживать какую-то идентичность, не зирая на то, что обстоятельства изменяются. Угу. Хорошо. Годится. Спасибо большое. Я могу вам сказать, что вот тема, вернее, идея этого мастер-класса, она зародилась у меня очень давно. Наверное, еще так давно, даже не столько мастер-класса, я вот размышляла об этом, да, еще когда даже не была тренером. И мне казалось, что каждый человек проходит в своей жизни какие-то кризисы. В смысле, казалось, все мы проходим, и как бы все нормально. Но мне казалось, что кризис – это такая маленькая смерть. Да, вот, потому как что-то происходит в нашей жизни, что настолько меняет, настолько переворачивает, если ты успел перестроиться, то ты вышел на следующий уровень. Да, как-то вроде как изменилась ваша жизнь после просветления – никак. Я тоже собираю рис, рублю дрова, нашу воду, да, ну, как мудрецы говорят. Вроде как ничего не изменилось, но что-то качественно поменялось. И я заметила, что люди бывают обычно в кризисе в двух состояниях. Первое состояние – это желание найти выход, да, и бесстрашный какой-то выход за зону комфорта. И второе состояние – это удержание предыдущего мира. Это вот эта стагнация, это плато бесконечное, да, когда ничего-ничего не меняется. И страшно даже что-то поменять. И даже когда жизнь дает какой-то сигнал, страх блокирует этот сигнал. То есть, лишь бы ничего не произошло. Почему? Потому что на следующем уровне нужно будет родиться заново, да, фактически. Ну, каждый раз рождаться уже сколько аж можно, хочется сказать. И вообще уже, я так уже все знаю. И обязательно возникает что-то, что человек не знает. И вот этот ресурс, почему я говорю ресурс, вот этот страх, который человек обычно заводит в какие-то тупики. Мне всегда представлялось, что это огромный-огромный ресурс. Что если преодолеть хотя бы этот страх, то можно действительно прыгнуть на уровень выше. А иногда и на два. Ну, кому так повезет, у кого сколько страхов, вы понимаете. И потом постепенно собирался этот мастер-класс из каких-то кусочков, как идея сначала, да. Потом как в прошлом году мы его проводили. В этом году все будет совсем по-другому. И в том смысле, что вы пришли на мастер-класс, которого еще не было. Ну, не получается провести два одинаковых мастер-класса по теме. Наверное, потому что я тоже как-то трансформируюсь, и моя идентичность тоже меняется. Вообще, что такое идентичность? И вообще, чем мы будем заниматься? Я не буду рисовать вам пирамиду Роберта Дьюисса. Те, кто был на практике, ее знают. А те, кто не был, приходите на практику, можете знать. Не буду. Есть некое ядро личности, да? Это, это то, что нас питает. Это не то, как я себя называю. Оно питает наши роли. Да, я как, например, классная девчонка. Я как, да не пишите это, я прохожу сейчас. Да, я как мама, например. Я как подруга. Ну, я как водитель, там, не знаю, пешеход и так далее. Я как кто-то, я как сотрудник. Идентичность питает наши роли. Они во что-то складываются, да? Где-то мы залипаем, мы склонны себя идентифицировать с ролью. Но вот то самое бесконечное развитие вот этого солнышка, которое я нарисовала, оно так питывает. В зависимости от того, насколько оно меняет свое состояние, изменяется и этот веер ролей. То есть, что-то добавляется, что-то уходит, что-то приходит, и что-то наполняется каким-то другим смыслом. Вообще, как вот эта фраза, что человек — это процесс, наверное, не зря считается, что эти кризисы нам нужны. Они нам необходимы. Для того, чтобы что-то поменять, нужно найти эту разность потенциалов, это критическое состояние, да? Для того, чтобы вышел этот ресурс и выбросил нас дальше. Есть, конечно, что-то, что никогда не меняется. Вы с этим согласны? Есть у вас что-то, что никогда не меняется, да? Что там за ухмылка обрака? Скажи, у тебя ничего нет такого? Я подумал, что есть внутренние стежи. Внутренние стежи. Да. Возможно. Он всегда был? Ну, я думаю, что да. Я не всегда его осознавал. Не всегда я его осознавал. Ага. Внутренние стежи. Ну кого еще есть внутренние стежи? Кто так считает? Ну, слава Богу. Ну, смелее. По-другому. По-другому? Я бы сказал, что наблюдатель есть. Наблюдатель. То есть, смотри, мы говорим, на самом деле, о разных вещах. У кого-то есть внутренний стержень, это что-то, что внутри меня, с чем я плотно соединен, да? Я так понимаю. Что является моей сердцевиной, да? Ну, да. Стержень. Все, да, я поняла. Стержень. Запатентованных выбираний. Да. И есть наблюдатель. А скажи, у тебя есть наблюдатель, как ты считаешь внутри? Не думал даже никогда. Ничего, мы теперь это будем знать, что он делает. Есть такая прекрасная концепция, знаете, все господина Демчога, да, доктор Купетман в сериале «Интерны». Великий совершенно человек, у него есть концепция игры. Он говорит о том, что каждый из нас исполняет какую-то роль, да, какого-то персонажа. Каждый из нас является режиссером одновременно, и каждый из нас является одновременно зрителем. И в каждой из ситуаций это все соединено в одно, да, мы не разделяем эти роли. Нам все время кажется, что мы склонны идентифицировать себя с чем-то, с ролью, с персонажем, да. Кто-то, у кого сложные проблемы в жизни или сложные проблемы с психикой ассоциируется исключительно со зрителем, да, он не реагирует на внешнюю действительность никак, и просто наблюдает оттуда, откуда-то из своей коробочки за тем, как причудливо сгруппировались атомы, и все. Режиссер очень активная позиция, он там что-то себе продумывает, сценарий, но каждый из нас включает все три позиции, видите, и я думаю, что даже может быть какую-то четвертую, четвертую. И, может быть, я не знаю, где находится этот стержень в этом трио, возможно, где-то посредине, между прочим, да. Может такое быть? Вполне. Ну, знаете, мне кажется вообще, что стержень это не в том плане, что это что-то физическое, можно не знаю, стержень, это какие-то принципы жизненные. Вот, например, их может быть немного, но вот, например, есть какая-то ситуация, да, вот я вот так вот никогда не буду делать, я буду делать только вот так. Вот это принцип. Арина, за что люблю тебя, за то, что ты всегда поднимаешь те вопросы, которые будут освещаться в ближайшие 15-20 минут. Хорошо. Раскрыла все карты. Раскрыла все карты. Мы не знаем, каждый считает по-своему. Кто-то считает, что стержень это его принципы, кто-то считает, что стержень это то, что он ощущает, то, что он, да, внутри него происходит. Но, так или иначе, если нарисовать такую штуку, да, некий баланс, где-то здесь находится эго, где-то здесь находится индивидуальное, ну, уникальное я. То есть, что такое эго? Это наши амбиции, это то, как мы соотносим себя с обществом, противоставляя ему, да, ну, то есть, мои достижения, мои желания, успехи, плохо, хорошо. Уникальное я. Вот то что-то, что было всегда у нас, что формируется и что у нас никто не один. Нечто. Не знаю, как его описать. Есть какое-то, какое-то, какое-то духовное начало, условно, да. Что это такое? Возможно, это принадлежность к какой-то системе, к системе ценностей, к системе каких-то других вещей, то есть, какой-то вообще социальной системе, может быть. Почему? Что я такого делаю, что больше, чем я? Это вот как раз вопрос, скорее, миссии, да. Если индивидуальное я – это вопрос осознания себя, своей уникальности, то это как раз вопрос миссии. И есть еще то, что называется роль.